Патриархат За 500 лет российскую историю в Кремле царит ужас и паника в перемешку с ненавистью к «братскому» в кавычках народу Украины. Из Москвы доносятся благие вопли, переходящие порой в истерические угрозы. То, о чем давно писали киевские историки, наконец стали говорить сами татары. Нам на помощь приходит большая составляющая сила, которая, наконец, поможет вывести на чистую воду самозванцев и воров нашей истории, истории Киевской Руси и истории великого татарского народа. У нас есть одно общее волшебное слово «Майдан», от которого дрожат кремлевские крысы. Думаю, к процессу о воровстве и искажении истории подключатся и другие народы – славянские, тюркские и угрофинские. Пора устроить кремлевским фальсификаторам и ворам истории эндокую публичную гаагу с поркой. В принципе, нам все равно, называйте себя кем угодно, хоть третьим Римом, но, как говорят, отебитесь от нас. Чтобы не быть голословным, я воспользуюсь цитатами Тани Саид Бурхан, ученой и просто прекрасной женщины, которая тоже поднимает эти исторические тайны, тщательно скрываемые Московией вот уже более 300 лет. Москву основал хан Улуса Джучи Золотой Орды Менгуй Тимур, а не киевские князья. Что такое хан Улуса Джучи Золотой Орды? Джучи – это первый старший сын Чингисхана. И моя родословная идет как раз от первого старшего сына Чингисхана. А он является родоначальником дальше уже царя Сибирского Кучума, а дальше царь Арслан Касимовский, который сидел потом в Москве, в Кремле. А нам говорили, что это Иван Грозный. С видом, так скажем, Грозным очень – это царь Арслан, это совсем не Иван Грозный. Но подтасовка фактов, она, соответственно, происходила постоянно. Я хотел бы напомнить Владимиру Путину и патриарху Гундяю Кириллу, что Москва основана не Юрием Долгоруким в 1147 году. Это миф имперского агитпропа, неподтвержденный историческими фактами. Москва как поселение была основана в 1272 году ханом Улу-Саджучи Алтын-Орды Менгу-Тимуром. Ведь в 1272 году состоялась третья перепись населения Золотой Орды, где и упоминается Москва. А при первой переписи 1237-1238 года и второй переписи 1254-1259 годов поселение Москва не упоминается. Значит, его не существовало в природе как такового. Я когда-то посещала довольно много Московский Кремль, посещала палаты, посещала грановитую палату, смотрела на захоронения, которые находятся в Кремле. Захоронения якобы царей, эти вот мраморные надгробия. Но тогда еще в свое время мне комендант Кремля сказал, что там под этими мраморными надгробиями с именами якобы русских царей стоят совершенно иные имена других царей, настоящих царей, которые жили на этой территории. Нет, я просто наследница Фатимы Салтан-Сиитовны, ханши, которая жила на территории Кремля. Я говорю вам правду и ломаю стереотипы ваши, потому что они совершенно иные. История наша другая. На территории Кремля жила ханша Фатима Салтан-Сиитовна, а ее муж Арслан был внуком хана Сибирского Кучума и правнуком Чингис-хана. Московия же, как княжество, возникла в 1277 году по приказу того же хана Менгу Тимура и была обычным улусом Золотой Орды. А позже московские митрополиты получали именно от ханов ярлыки на кафедру и привилегии. Московия является прямой наследницей Золотой Орды, державы чингизидов. Крестными московской государственности была не Русь и не славяне, а татара-монголы. Лично я призываю московских историка-извращенцев преодолеть комплексы, не красть чужую историю и не стесняться этой исторической правды, а пойти на Поклонную Гору, где ваши цари воздавали дань мальчиками в Евнухи для ханского гарема, поклониться своим основателям и попросить прощения за всю ересь и сущий бред, который вы несли своему многострадальному, ущербному московскому народу. Эта история, это настоящая история, так что царь Арслан, это и есть тот самый Иван Грозный, о котором все рассказывают. Ну посмотрите на внешность этого Ивана Грозного. Она что вам напоминает? Не напоминает ли она вам нечто совершенно иное? Вот где внуки Чингисхана, это понятно. И в конце традиционный вопрос. Когда же вы переименуете памятник в Москве из Владимира в Тимура? Во-первых, на Владимира он не похож. Борода и татарская шапка. К тому же он умер за 200 лет до прихода христианства в Москву. А во-вторых, в 2017 году в Акурат исполнилось 740 лет со дня указа Менгу Тимура об основании княжества Москва-Улуз в составе Золотої Орды. До побачення. До нових цікавих зустрічей з дідом Олесом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok